в данном видео будем говорить про эту штучку под названием сексенда конкретно сексенда для бариатрика всем привет меня зовут евгений пугач добро пожаловать на мой канал на котором я как всегда говорю о бариатрии и все что с этим связано мои идеи прочее теперь небольшой важный дисклеймер ребят это очень важно я не являюсь дипломированным медицинским работниками они являясь специалистами они являясь врачом я всего лишь тот кто сделал 2 бариатрические операции и смог похудеть с 180 килограмм на 90 до это я всем привет так вот дисклеймер я закончил теперь данное видео хотел вам рассказать почему и как и что как вообще правильно принимать сексенду для бариатриков если вы уже решились теперь мы знаем что есть на рынке много препаратов и сексенда есть сэмпик в чем разница ребят мне прописали извиняюсь сексенду по одной простой причине у меня был инфаркт ok мне ее дали не для похудения ни в коем случае просто у этой дряни нашли одну интересную побочку она усиливает улучшает функцию сердечные мышцы а конкретно сердце моем случае это очень важно потому что как только я начал колоться этой хренью приступы практически закончились они бывают да у меня появился после инфаркта появилась такая хрень под названием стенокардия если бы не она мне бы прописали аземпик скорее всего потому что его надо колоть раз не дни в раз неделю эту штуку каждый день но давайте с вами поговорим так основная разница между препаратом аземпик и этим и сексенда я сниму в следующем видео поэтому смотрите смотрите этот этот ролик до конца вы увидите в конце ссылку на ролик нет может просто поискать его и найдете ну это не суть значит частые проблемы с которыми я сталкиваюсь когда я слышу от ребят что они принимают препараты и прочее первое это его доза вода за крайне важно но кроме дозы надо понять что у него из побочки давайте мы с вами наверно поговорим все-таки о побочках что просто вы были к этим побочкам готовы конкретно я говорю про этот аппарат про этот препарат и у меня были две самые распространенные побочки они у меня были первая побочка которая у вас может быть после этого препарат когда начнете его принимать у вас может быть тошнота головокружение может даже и и вырвать один раз слабость как правило этим это побочка проходит через две недели спустя две недели после того как вы принимаете данный препарат и надо про это знать надо к этому быть готов если вы видите что две недели прошло вам все равно хреново значит скорее всего вам надо ну не сказать что точно пойти к врачу и поговорить с ним потому что очень хреново быть не должно да может быть слабость такое будете мутные ходить и не очень такое приятное ощущение но она проходит у некоторых я слышал это заняло от трех недель до месяца моем случае где-то недели полторы две вторая побочка которую вы должны прям прям очень сильно знать прежде чем вы будете эту штуку брать поскольку мы с вами бареатрики у нас есть или и или же если их нет то не будут камни в желчном пузыре теперь эта хрень ускоряет ускоряет вашу скажем так скорость ваш от того что у вас есть болезнь до операции у меня примерно через месяца два после этой операции при фу здесь после приема этой хрени я знаю что у меня есть камни в желчном пузыре но она активизировалась так пошел страшнейший приступ а мне сразу же сделали операцию задело примерно месяца два может быть три я точной даты не проверял но очень довольно быстро мне врач предупреждал что если есть камни готовься к операции по желчному пузырю поэтому должны знать если у вас есть камни а у вас если вы бареатрик у вас они скорее всего есть если их еще нет это не значит что это ничего не говорит о том что у вас их не будет потому что как мы знаем одна из самых популярных побочек бареатрической операции кроме грыжи да это вот камни надо быть к этому готовы просто знаете что если они у вас есть просто у вас это все ускорится очень быстро и вы очень быстро скорее всего поступите на операционный стол именно по удалению камней ладно с этим и закончили теперь по поводу дозы дозы как и как правильно принимать вообще сексенду бареатрика я вижу очень много разных комментарии не только у себя и видео на эту тему ребят бареатрику не надо подниматься на максимальную дозу вот вообще слова совсем и это еще и выгодно почему выгодно мы знаем что этот препарат он не дешевый он дорогой теперь как его правильно принимать значит вы для начала берете в начале делаете себе дозу 0.6 и крутите его клики есть на 0.6 и делайте себе инъекцию в первый день в первые два-три дня скорее всего вы даже может быть ничего не почувствуете но вдруг вы увидите допустим вы будете себя ловить на том что вы хотите попить стаканчик колы если вы грешите на это просто кола это такой конкретный пример на вот налили вы себе колы это кстати чай на ваше здоровье даже плавает пакетик вот вы налили себе колу вы только подносите ко рту вы не хотите вам отвратительно круто не хочу подходите к другому кому-то продукту который вы любите возьми взяли скажем вас порция как я говорил это один одноразовый стаканчик да вы съели три ложки 45 и вы больше не хотите еще и аппетит пропадает вау так она работает блин она работает все а вы чувствуете что вы понимаете ну окей если я не хочу есть так для чего мне вообще кушать и просто начинаете кушать 2 3 2 или 3 трапезы в день не потому что вы хотите потому что надо это колоссальнейшая ошибка бариатриков нам нельзя этого делать ни в коем случае вы должны кушать каждые три часа теперь вы начнете после этой штуки худеть интенсивно сравнительно до вас пойдет все очень быстро но если вы вдруг перестанете кушать по многу раз в день вы поймете что если мы смотрим на короткий срок у вас размеры будут уходить вес будет уходить все у вас будет хорошо и опа и вдруг вес все выше и выше и выше скажите женек это чё за хрень ешь кушаю два раза в день ну да организм понял привык начался и начал с этого питаться больше и вкладывать потому что организм получился стресс он понимает что еды много времени это мы ничьи в организм начнет откладывать и вы получается что вы этим сделали вы себе метаболизм приостановили она вам надо она вам не надо ребят поэтому если вы решили брать препарат сок сэнда или аземпик неважно или годик новый есть это это совершенно неважно продолжайте кушать легитимный вопрос женек ну как же нам кушать если мы не хотим все очень просто возьмите хотя бы яблоко да вы скушайте половину от яблока примерно это будет хотя бы идти как трапеза хотя я не советую кушать просто так яблоки да то есть нам бариатриком нужно вообще-то белок основное у нас удар это белок потом зелень и если остается место на какой-нибудь углевод мы только тогда берем углевод дальше вы взяли себе вот свою пайку сколько вы обычно берете у вас все хорошо все классно все супер вот берете эту пайку вы кушаете и тут вы понимаете что извиняюсь вы колетесь уже этой хренью вес почему-то стоит или же или же вы понимаете что вы хотите кушать все больше больше и больше как будто препарат перестает работать это нормально тогда вы поднимаете на еще 0.6 ok и потом 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 в будущем да где-то через несколько месяцев как правило вы тоже поймете ой мне что-то опять не очень хватает и только тогда вы ставите еще на 0.6 ok больше этого я подниматься не советую старайтесь всеми возможными силами оставляться оставаться на чем меньше дозе тем лучше почему первое вы химикатов гоняйте в тело какие-то понять надо второе этот препарат недешевый и для чего нам платить дороже если мы можем сэкономить и получить тот же самый результат поймите если вы вы сейчас скажете вот я же я же я его послушала унесет всякую дичь я сразу начну хреначить по 3.0 с первого раза даба будет хреново будет мутить я это пережду и все будет хорошо я сделал не вопрос можно это конечно глупо но можно но тогда для чего нам делать на мышь хотим сделать правильно вы просто выкидите лишние деньги на помойку и если вдруг не дай бог вы поймете что уже три не работает а больше колоть нельзя прибыль этот шприц ограничен максимально одна инъекция это три я понимаю что есть люди которые умеют так скажете это я так и я еще одну инъекцию сделаю не вопрос мамам этого шприца хватит на дня 34 в лучшем случае смысла какой поэтому я прям призываю ребят если вы уже решили частным образом купить себе эту хрень или даже не частным образом неважно не колите ее просто так колите по минимуму минимум это 0.6 читайте правильную инструкцию и главное кроме этого когда вы покупаете этот прибор этот препарат обратите внимание что он содержался в холоде и вы переносите его в холоде и хранить его в холоде потому что если вы его храните неправильно или же до вас его хранили неправильно он теряет свои функции поэтому если вы приходите в аптеку вы покупаете этот препарат и коробка не холодная комнатой температуры требуйте у них замены на коробку из холодильника если у них такой нету шлите в задницу данную аптеку идите к другой потому что данный препарат не обязаны хранить в холодильнике на низкой плюсовой температуры ни в коем случае не в минус почитайте инструкцию посмотрите в каком температурном режиме она должен быть я не помню в каком она должна быть извините просто тупо не помню я просто клуб холодильнике все на коробке написано но я мужчина и лентя не лените смотреть поэтому если вы решили купить обязательно крайне важно обратите внимание потому что если он был не в холодильнике будете колоть а эффекта будет ноль